День защитника Отечества в Музее техники Вадима Задорожного отметили военным парадом. Взором многочисленных гостей предстали 12 боевых машин прошлого из коллекции музея. По плацу проезжали преимущественно танки, в том числе любимец публики Т-34. Компанию гусеничной техники составили и были встречены с не меньшим восторгом мотоцикл и грузовик. Каждая представленная единица до того, как уйти на покой и стать экспонатом, прошла славный боевой путь. Почти все в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Самоизвучание этой техники, самодвижение этой техники, то, что она жива, это как бы дань сохранения уважения, настоящее уважение к тем ветеранам, которые сегодня, к сожалению, уходят. Здесь представлена техника, участвовавшая, по сути, в войне в Испании 1937 года, в финских конфликтах. Техника, которая воевала в Халкинголе, на Халкинголе, это танки 26 легендарные, начало войны Великой Отечественной. То есть, танки четырех войн. Этой технике 80 лет, а она вся ездит до сих пор. Какое качество, как умели делать. Молодцы. Радость, мощь, все красиво, все хорошо. Только одна участница парада не застала Великую Отечественную. Сошла с конвейера намного позже. Это 10-тонная боевая машина, созданная в 60-е специально для воздушно-десантных войск, также известных как войска дяди Васи. Василий Маргелов в те годы командовал ВДВ. И именно он приказал разработать технику, которая будет достойна крылатой пехоты. Не конкретно это, конечно, а как таковая. Это была первая машина бронированная, гусеничная, которая десантировалась не посадочным способом, то есть самолет садится на площадку, с него выгружается техника, а парашютным способом с десантом. Причем первым прыгал в ней сын Маргелова. Собственно, командующий послал испытателям именно его, ну вместе еще с одним офицером. Они успешно приземлились, показали возможность сходу с колес, что называется, с неба в бой. Не в бой, но на парад машины вели специалисты музея. По словам инженера Андрея Храпова, к своей десантной «Ласточке» он привык, потому управляет ею спокойно и даже с удовольствием. Гостей музея к штурвалам и рулям раритетов, конечно, не допустили, но без памятных фотографий у военной техники не ушел никто.